Вот что они здесь делают? Предлагают в этом долгожданном проекте на вот эти вот работы, связанные с консервацией. Первое. Дополнительно в проекте отразить способы хранения консервации элементов, относящихся к элементам культурного наследия, включая люстру. Люстра. Все работы по люстре проведены, вернее, проект подготовлен и прошел экспертиза. Вот положительное заключение 27.09.2023 год. Необходимо каждый элемент упакован в избежание попадания влаги на него. Не понимаю, что это за техническое задание, кто его готовил, какой уровень образования у этого человека, который готовил вот это вот техническое задание, на которое они запланировали потратить 4 миллиона 100 тысяч рублей из областного бюджета. В принципе, непонятно. Вот. Далее. Ограждение территории театра по периметру площадки. Ну что, не верь глазам своим, что ли, получается? Вон оно стоит. Что, повторно хотим заработать еще раз на этом? Видеокамеры по периметру с выводом сигнала на пост охраны. Были разработаны, установлены Саратовстройсервисом куда-то. Все это уже есть. Это на тот момент, когда выгнали прежнюю охрану, убрали, а вторую вот сейчас зашли, все это было. То есть у нас получается, смотрите, что вот те работы, которые они указывают, самое забавное, что они ссылаются на нашу проектную документацию, нами выполненную в августе, получившую положительное заключение в августе-сентябре 2023 года. В октябре, как это анонсировалось, правительство Саратовской области, его строительный блок, мог уже разыгрывать конкурсы, аукционы на те работы, которые они предлагают сделать, по-моему, в конце мая. К концу мая нужно иметь эту документацию всю. Вывод-то какой получается? Значит, из-за конкретных лиц, которые начали анонсировать разрыв контракта еще там август-сентябрь 2023 года, здание зашло в зиму, здание театра оперы и балета зашло в зиму полностью как бы не готовое, не готовое. Остановимся на этом. Чего ждали-то полгода? До мая месяца? Чего ждать-то? Вот она, работа, берите, начинайте. Все говорили о том, что у адепта нет лицензии, но у тех людей, которые там работали, она же есть, у Саратов стройсервиса есть лицензия. Вы понимаете, была вот этими действиями непонятными создана некая цепочка банкротства, умышленно созданная цепочка, по которой были неплатежи между друг другом. И достаточно такие, ну, серьезные организации, как Саратов стройсервис и их супчики оказались под укрозой зачастую разорения. Потому что под честное слово и под это, как это, под наставление Мигачева, который там достаточно часто присутствовал и требовал наращивать темпы работы, вот, выводились туда, значит, рабочие, субподрядчики, там до двухсот человек было в день. Вот, велись работы, но работы оказались неоплаченные. Ну, может быть, не полностью, но частично, но там десятки миллионов. Там десятки миллионов, то есть непонятно, для чего был разорван контракт, хотя я повторю сейчас, наверное, что скажу, мы до 25 декабря успевали закрыть и контур, и завести отопление. То есть у нас бы не было вот сверху вот этих вот потерь. Даже вот если мы берем часть воссоздаваемой, вот эти колонны, которые стоят, я почему здесь сказал размороженные? Там не гидротехнический бетон. Эти колонны, они должны были сверху укрываться штукатуркой тоже. Вот, там ни одной нету арматуриной подготовленной консервации. То есть по арматуре вниз уходит то же самое и ржавчина, и все остальное. В каком состоянии даже вот эти вновь созданные вещи. Те, кто будут проходить мимо, видно вот над окнами, да, зачастую уже ниже окон, которые кирпичная кладка, она вся замочена, ее нужно будет разбирать полностью. Сушить бетон тоже не знаю, как пойдет. Наверняка нужно будет полностью убирать утеплитель. Вот, полностью придется перебирать весь температурный шов, который есть между создаваемой частью и зданием в 14-й оси. Потому что там вода. Вообще, там внутри здания на перекрытиях вода. В подвале вода, это вот атмосферные осадки. В общем, к какому выводу можно прийти, вот, да, возвращаясь к началу разговора, вот, по поводу вот этой вот проектной документации? Актуально это, не актуально? И в чем здесь, наверное? Да я вообще не понимаю, зачем она нужна была именно когда-то, когда она была готова, август-сентябрь прошлого года. Мы специально торопились, мы, как бы, верили на слово Мигачева о том, что с нами расплатится потом. Мы даже денег не попросили, но не просили. Она не оплачена была. Она не оплачена и сейчас не оплачена. Вот, мы поверили, и мы видели, на самом деле, чтобы не загубить объект, мы должны это сделать. Мы сделали, мы успели. И по нашему графику, в общем-то, по нашему и по графику строителей это все должно было совершиться. То есть, стены должны были быть покрыты этими необходимыми слоями, которые мы запланировали, гидрофабизатором. То есть, чтобы они в зиму вошло на настоящее здание. То же самое нужно было сделать небольшую работу по консервации тех частей воссоздаваемой части. Хорошо, что не полезли ни с куполом, ни с чем, а то бы это еще сейчас ржавело все. Хотя это тоже все готово, вся документация готова, прошла экспертиза. Очень жаль, очень жаль. Просто, знаете, вот то, что происходит, оно во многом, я не знаю, как-то по-человечески даже непонятно. Мы ждали все, мы ждали работу. Ну да, если вы сказали о том, что ведется работа по консервации, да, ну, отлично, молодцы. А что это оказался очередной пшик? Почему так легко? Почему так легко? Захотели, разморозили, захотели, обанкротили, захотели, не оплатили, а потом встали и ушли. Нормально. Как это так? Чего это за те люди, которые работают? Почему в заложниках у чиновников-то находятся? Причем они как-то больше года не работают никто. Ну, может, чуть больше придут, ярко блеснут, каждый по-своему, и кто куда. А это вот все, ну, я не знаю, я просто вижу систему. Систему у нас, всего сейчас не перечислишь, но надо, наверное, все-таки, надо все-таки, наверное, садиться руководителем строительного блока, может быть, подключать какое-то экспертное сообщество, разработать определенный план выхода из этой ситуации. Все можно решать, все нужно решать, но все вместе нужно решать. Не получится, там, у одного, двух, трех человек, которые заперлись в каких-то кабинетах, вот, у них не получится. Нужен коллективный разум в данной ситуации. Сотрудники, которые приходят работать в государственную структуру, я не знаю, где их учат, но, на мой взгляд, Альфа и Омега, для них должно быть понимание 44-го закона. Все эти закупочные законы, они должны знать, ну, во всяком случае, какие-то основные части, потому что принимаются решения, которые идут вразрез с действующим законодательством. Этого не должно быть. Ну, почему мы начинаем что-то очень хорошо, быстро кричим «давай, давай», а потом бах, и в яму в какой-то временной падаем, и получается уже и удорожание, и вот. Я представляю состояние сотрудников театра оперы и балета, которые ждут, 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 ждут. А сейчас мы все убедились вместе с ними, то, что мы полгода, что порождали. Кто-то там обещал, приезжал, что все лично займусь, ну и что? Что это все у нас сдувается-то до такой степени? Почему опять никого нет конкретных, ну, понять не могу. Вот Федоров, он подписывал это ТО, почему он не читал вообще то, что у него есть? И Федоров это кто? Да вот написано, замдиректора казенного учреждения, вот Федоров. Что он за ТО подписал? Спасибо. Спасибо.